Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете о новой блокировке телефонных номеров, декаде инвалидов в регионе и конкурсе «Учитель года» в Новосибирской области. Совет Федерации одобрил поправки в закон о связи, который обязывает мобильных операторов блокировать номера абонентов по запросу правоохранительных органов. Документ направлен в том числе на борьбу с телефонными террористами. По закону операторы связи обязаны прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от компетентных органов. Кроме того, операторы связи теперь должны передавать в сеть связи в неизменном виде абонентский номер абонента, с которого совершается звонок или отправляется СМС-сообщение. Данные изменения предназначены для упрощения расследований и предотвращения преступлений, совершаемых с применением телефонной связи. По мнению сенаторов, эти меры оградят абонентов и от нежелательных рекламных рассылок. Сегодня в Новосибирске начинается декада инвалидов. Для людей с ограниченными возможностями здоровья запланированы несколько десятков мероприятий. До 10 декабря они смогут бесплатно ходить в зоопарк, а в домах культуры, школах и библиотеках пройдут праздничные концерты, выставки, литературно-музыкальные программы. В спортзалах организуют различные соревнования, Кубок области по плаванию, чемпионат города по шахматам и другие турниры. Главы районных администраций проведут встречи с общественными организациями. Добавлю по статистике, в Новосибирской области живут 103 тысячи людей с различными группами инвалидности. Новосибирский депутат Госдумы от фракции ЛДПР Дмитрий Савельев предложил привязать стоимость хлеба в России к рыночным ценам на зерно. По мнению народного избранника, это поможет снизить цены на продукты в магазинах, а с другой стороны, крестьяне не окажутся в ситуации, которая сложилась нынешней осенью, когда хозяйства не могли продать излишки рекордного урожая. Депутат приводит оценки экспертов. Из килограмма зерна пекут примерно килограмм хлеба. Пшеница стоит всего 5 рублей, булка в несколько раз дороже. Даже учитывая накладные расходы и торговые наценки, существенная разница оседает в карманах посредников. В ЛДПР предлагают оценить стоимость переработки, составить мониторинг цен по всей стране и в итоге ограничить стоимость булки хлеба в зависимости от цен на зерно. Такая же привязка в будущем возможна для молочной продукции. В течение ноября в Доволенском районе педагоги боролись за выход в областной финал конкурса «Учитель года». Какие испытания прошли конкурсантки и кто стал победителем в сюжете наших коллег. Учитель сейчас очень мобилен. Мы сейчас смотрим новости, мы смотрим все, что происходит в мире. И вот мы должны сами постоянно самообразовываться. Оксана Фурт 22 года преподает русский язык и литературу в небольшой деревеньке. В конкурсе участвует впервые. Считает, что каждый учитель должен хотя бы раз в жизни пройти подобное испытание. Оценить себя, посмотреть на то, какие-то новшества, которые могут представить другие педагоги, другие коллеги. Но с другой стороны, это возможность многому научиться, новому чем-то научиться. Урок в незнакомом классе, методический семинар, мастер-класс, завершающий этап – круглый стол образовательных политиков, за которым обсудили тему воспитания детей в современной школе. Я считаю, что те конкурсанты, которые сегодня на конкретных примерах, показали возможные варианты. Я подчеркиваю, возможные варианты, потому что в воспитании не всегда те приемы, которые хорошо действуют в одной школе, могут хорошо действовать обязательно также в другой школе. Поэтому я считаю, что уровень достойный и выступление наших конкурсантов было достойным. Из восьми участниц до финала дошли шесть. Все с богатым педагогическим опытом. У каждой свои методы преподавания и работы с детьми. Действительно, участники нашего конкурса районного показали компетентность, профессиональную компетентность. Показали очень хорошие, глубокие знания и в педагогике, и в психологии, и в методике преподавания. После всех испытаний высокое звание учитель года было присвоено Наталье Бережинской, преподавателю физики Доволенской средней школы номер два. Для нее такое решение стало неожиданным и в то же время приятным. Самым сложным были переживания и в большом напряжении, но все мероприятия проходили с удовольствием, конкурсанты друг друга поддерживали, поэтому все состоялось. Для всех участниц конкурс – очередная ступень преподавательской деятельности. А Наталье Бережинской предстоит продемонстрировать уровень мастерства теперь уже на областном этапе конкурса. Светлана Бореева, Геннадий Устежанин, Новости ОТС. В первый день календарной зимы вот уже 10 лет в нашей стране отмечается праздник самого популярного зимнего спорта. День хоккея был учрежден по инициативе знаменитого советского вратаря Владислава Третьяка. Сибирь отметит день хоккея как положено – отдыхом. Матч наша команда проведет в субботу, 2 декабря. Игрой с локомотивом сибиряки завершат выездную серию. Соперники уже встречались в этом сезоне. В Новосибирске подопечные Павла Зубова выиграли в овертайме. Победную шайбу забросил Патрик Закреса. Кстати, тогда у руля железнодорожников был Алексей Кудашов, теперь Дмитрий Квартальнов – бывший наставник Сибири. Как сложится это противостояние – смотрите в эфире нашего канала. Начало трансляции в 21.00. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Журбин. Всем удачной пятницы и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете об увеличении стипендии, отмене льгот на междугородние автобусы и очередном матче хоккейной команды «Сибирские снайперы». В новом году стипендиальный фонд увеличится почти на 4 миллиарда рублей. Об этом сообщила глава Миноборнауки Ольга Васильева. В федеральном бюджете заложены средства на увеличение выплат студентам на 4%. Однако повышение стипендий не стоит дождать раньше с 1 сентября следующего года. Напомню, изменения правил Министерства образования и науки утвердила в минувшем феврале. Согласно им, размер выплат определяется с учетом инфляции и прожиточного минимума. 1 сентября этого года стипендии учащимся российских вузов уже проиндексировали на 5,9%. Подорожание бензина вынудило перевозчиков отказаться от льгот на билеты в междугородних автобусах. Вместо оплаты половины цены на проезд студенты и пенсионеры теперь могут рассчитывать только на скидку в 20%. Льготы действуют на рейсах в Каменно-Аби, Кемерово, Белово и Караганду. Иначе перевозчики окажутся в убытке. Стоимость топлива поднялась почти на 4 рубля с тех пор, как были объявлены 50% скидки. Автор текста известен. Ждем, когда назовут город проведение всероссийской акции. Тотальный диктант меняет правила и переезжает из Новосибирска в регион, который победит в ходе голосования интернет-пользователей. Накануне в Москве организаторы объявили, что в этом году проверочным текстом на знание русского языка станет отрывок произведения писательницы Гузель Яхиной, автора нашумевшего романа Зулиха открывает глаза, вышедшего в 2015 году и принесшего ей известность. Как заявила Гузель, для диктовки она выбрала три текста, которые войдут в ее новый роман «Дети мои». Он посвящен немцам по Волжье и повествует о судьбе немецкой автономии на Волге в период с 1916 по 1938 годы. Сама автор прочитает свое произведение в новой столице тотального диктанта, который станет известно в середине декабря. Отмечу, что на промежуточном этапе голосования за город проведения акции лидировал Иркутск. Улыбаться и радоваться жизни, несмотря на боли. Помощники врачей и друзья маленьких пациентов, больничные клоуны из пяти регионов России, сегодня соберутся в Новосибирске на третью школу волонтеров. В этом году областной организации больничных клоунов НОС исполняется пять лет. И у сибиряков есть чем поделиться с теми, кто делает первые шаги в этом нелегком, но очень нужном деле. Приходить в лечебные учреждения и поднимать настроение больным детям, делать с ними уроки, помогать в реабилитации. Наши больничные клоуны в этом году получили признание на всероссийском уровне. На дальнейшую деятельность и поддержку им выдали президентский грант. Добавлю, что в рамках обучения в третьей школе клоуны из Томска, Новокузнецка, Кемерово, Магнитогорска и Барнаула посетят детские отделения областной больницы. На специальных занятиях их научат искать свой клоунский образ, мастерство импровизации, в том числе и музыкальный. Свидетельство о рождении детей. Сразу пяти кубышевским мамам впервые выдали в торжественной обстановке. В будущем мероприятие планируют сделать традиционным. Для Олеси Ивановой Эля четвертый ребенок. На торжественную церемонию молодая мама пришла вместе с малышкой. Там еще две девочки и мальчик. Только в этом году в отделе ЗАГС Кубышевского района зарегистрировано больше 500 новорожденных. Люди рожают по третьему, по четвертому, по пятому тоже ребенок. И молодые, и возраст родителей, конечно, увеличился. То есть и в 40 лет рожают, и даже в 50. Семья Данько рождения второй дочери ждала 6 лет. Сегодня мама Анна оставила малышку на попечение бабушек, чтобы получить первый в жизни маленькой Евы документ. Очень неожиданно, очень приятно. Спасибо большое ЗАГСу, что такой маленький праздник нам сделали. Конечно, из дома сейчас очень редко можно выбраться. Бабушкам, конечно, нашим огромное спасибо, что сидят, помогают нам. Мамочки, рожайте. Это такое чудо, это незабываемое ощущение. Этот комочек, это счастье, это такое счастье. Это не передать словами. Теперь счастливых минут в куйбышевских семьях прибавится. Поздравлять молодых мам в торжественной обстановке планируют чаще. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. Молодежная хоккейная команда «Сибирские снайперы». В воскресенье проведет очередной матч регулярного чемпионата МХЛ. В Казани новосибирцы сыграют против Ирбиса. Клубы уже встречались в этом сезоне. В сентябре сибиряки на своем льду дважды обыграли коллективы из Татарстана. 2-1 и 4-2. Сейчас снайперы находятся на второй позиции Востока, Ирбис 4-й. Начало воскресного поединка в 17.00 по новосибирскому времени. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. ОТС в сервисе Перст-ТВ. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете о новом контроле качества бензина, строительстве фермы в Качковском районе и праздновании Дня хоккея в Новосибирске. Бензин на автозаправках смогут проверять общественники. Инициативу Росстандарта поддержали в Министерстве промышленности и торговли. Контрольные закупки начнут проводить в следующем году. По разным оценкам, оборот контрафактного топлива в России до 10 миллионов тонн в год. Чаще всего такой бензин продают не сетевики, а независимые АЗС. Плановые проверки Росстандарт может проводить лишь раз в три года. Эксперты ведомства считают, что этого недостаточно, поэтому разработали методику для привлечения общественных организаций к контролю качества. Для этого нужно будет заключить договор сертифицированной лаборатории, все действия снимать на видео, а тесты проводить сразу на пяти заправках разных компаний. Если выявят нарушения, то документы с объяснителями от владельцев АЗС будут передавать в прокуратуру и Росстандарт. В предстоящее воскресенье на мемориальном комплексе «Монумент славы» состоится церемония возложения цветов и венков к вечному огню. Мероприятие приурочено к памятной дате – Дню неизвестного солдата. 3 декабря в России традиционно вспоминают воинов, погибших в боевых действиях как на территории страны, так и за ее пределами. Так в полдень на «Монументе славы» соберутся представители ветеранских и молодежных организаций, курсанты поста номер один, воспитанники патриотических центров. А накануне в центрах молодежной политики пройдут уроки патриотизма, лектории, кинопоказы и тематические выставки. Сегодня в Искитиме специалисты обсудят будущее экологических троп в Новосибирской области. В регионе уже разработан проект просветительских маршрутов «Зверобой» и «Водопад Бучила». Теперь перед экспертами стоит задача найти организации, которые будут осуществлять контроль и ухаживать за туристическими объектами. Необходимо разработать схему, по которой экологические тропы передадут на баланс таким организациям. Напомню, в этом году на объектах проводили работы прочистки территории. Так в селе Олегастаева в ложе водопада Бучила сделали купель, неподалеку обустроили родник, а конструкции, которые обеспечивают безопасное прохождение маршрута – это спуск к водопаду, ступени и деревянный мостик через реку – обновили. Новую ферму для коров построили в этом году в Качковском районе. Последние годы там активно развивается сфера животноводства. Тему продолжит Яна Рагуля. Сегодня у животноводов самый тяжелый день. Приучают коров к новым доильным станкам. Работать на ферме будут две доярки. И у каждой свои буренки. Так лучше, то я уже буду, я их запомню, буду знать, где какая. А если сегодня одна к ней, завтра ко мне, ну это уже не дойка. Новое помещение рассчитано на 150 голов. В Решетовском хозяйстве это уже четвертая ферма, где практикуют беспривязное содержание коров. Доильная комната рядом. Там тоже новое оборудование. Учет молока ведут автоматически. Автоматически моются аппараты с кислотой, с щелочью промываются. И промывается вся система. После промывки также система выжуется. Ведется выживание, то бишь протирка. На новую ферму руководство Решетовского хозяйства делает ставку. Там будут содержать самых продуктивных коров. Смесь галштинской породы с сементальской. Мы ставку на молоко делаем, а не на мясо. Поэтому занимаемся искусственным осеменением. Мы уже 7 лет занимаемся. Получили это отелки второго поколения. Ну, результат уже сказывается. Если мы начинали 2700 доили, 2700, сейчас уже доим больше 4000. Новая ферма обошлась Решетовцам почти в 10 миллионов рублей. На будущий год в хозяйстве планируют строительство еще одного коровника. Яна Рагуля, Артем Медведев, Новости ОТС. В первый день календарной зимы вот уже 10 лет в нашей стране отмечается праздник самого популярного зимнего спорта. День хоккея был учрежден по инициативе знаменитого советского вратаря Владислава Третьяка. Сибирь отметит день хоккея, как положено, отдыхом. Матч наша команда проведет в субботу, 2 декабря. Игрой с локомотивом сибиряки завершат выездную серию. Соперники уже встречались в этом сезоне. В Новосибирске подопечные Павла Зубова выиграли в овертайме. Победную шайбу забросил Патрик Закресон. Кстати, тогда у руля железнодорожников был Алексей Кудашов. Теперь Дмитрий Квартальнов, бывший наставник Сибири. Как сложится это противостояние, смотрите в эфире нашего канала. Начало трансляции в 21.00. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перс-ТВ. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете о создании в Ленево территории опережающего развития, ситуации с простудными заболеваниями в регионе и благотворительной акцией в театрах Новосибирска. В федеральном правительстве одобрили заявку Новосибирской области на создание в Ленево территории опережающего развития. Присвоение такого статуса моногороду позволит создать для инвесторов льготные условия ведения бизнеса. Сегодня градообразующее предприятие – электродный завод, но в планах создание нескольких крупных производств. Например, существует проект строительства фабрики по пошиву обуви. Преимущество Ленево дает и развитая инфраструктура. Подвести коммуникации к будущим промзонам не составит большого труда. Низкая заболеваемость простудными инфекциями отмечается в этом году на территории России. Случаев гриппа в Новосибирске и районах области пока не зарегистрировано. Эпид-порог по ОРВИ не превышен. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Отмечу, в нашем регионе привито против гриппа почти 1 миллион 200 тысяч человек. Это более 40% от всего населения области. Новосибирский депутат Госдумы от фракции ЛДПР Дмитрий Савельев предложил привязать стоимость хлеба в России к рыночным ценам на зерно. По мнению народного избранника, это поможет снизить цены на продукты в магазинах, а с другой стороны, крестьяне не окажутся в ситуации, которая сложилась нынешней осенью, когда хозяйство не могли продать излишки рекордного урожая. Депутат приводит оценки экспертов. За килограмм зерна пекут примерно килограмм хлеба. Пшеница стоит всего 5 рублей, булка в несколько раз дороже. Даже учитывая накладные расходы и торговые наценки, существенная разница седает в карманах посредников. В ЛДПР предлагают оценить стоимость переработки, составить мониторинг цен по всей стране и в итоге ограничить стоимость булки хлеба в зависимости от цен на зерно. Такая же привязка в будущем возможна для молочной продукции. Медаль за отвагу на пожаре получил шестиклассник из Куйбышева. Подросток не растерялся, когда огонь стал распространяться и смог спасти себя и маленькую сестру. Пожар случился в середине мая, когда дети были дома одни. Мама ушла в магазин, отец на работе. Я пошел на кухню, потом вижу, что из-под двери идет дым. Я открываю дверь, тут огонь полыхает. Я сразу закрыл. Начал поливать дверь, чтобы огонь не просочился. Сестру Данил отвел в другую комнату. Дал ей мокрое полотенце. Из горящего дома детей вынес отец. Он успел приехать до приезда пожарных. Как позже скажут огнеборцы, дети остались живы и не получили повреждений благодаря правильным действиям школьника. О том, как вести себя на пожаре, Данил прочитал на плакате в школе. Медаль МЧС России за отвагу на пожаре ему вручили новосибирские спасатели. А в начале декабря 12-летний школьник отправится в Москву, как победитель не только регионального, но и всероссийского этапа конкурса «Созвездие мужества» в номинации «Дети-герои». Елена Мирошниченко, Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев. Новости ОТС. Половина новосибирцев, опрошенных сайтом зарплата.ру, считает, что коты и аквариумные рыбки в офисе помогают снять стресс. Аналитики также выяснили, что домашние животные живут на работе у 10% респондента. Некоторые компании, демонстрируя свою оригинальность, заводят попугаев, кроликов, улиток или черепах. При этом большинство новосибирцев хотят видеть в офисе котов, рыбок, собак и морских свинок. А вот 15% всех опрошенных горожан считают, что животным на работе не место. Уголки добра оборудовали фойе новосибирских театров. Сегодня в городе стартует ежегодная благотворительная акция «Будьте добры». В красном факеле, глобусе и старом доме открыты пункты сбора подарков для детей из детских домов. Малышам и подросткам, оставшимся без попечения родителей, нужны школьные принадлежности. Альбомы, фломастеры, карандаши и кисти, развивающие музыкальные игрушки и средства гигиены. Все подарки после окончания акции, она продлится до 13 января, обязательно передадут воспитанникам детских домов. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok